здравствуйте здравствуйте вы смотрите программу ладу с природой и в эфире ее ведущие Евгения Артанж и Александр Данильченко вы знаете Александр Михайлович вот вы говорите в ладу с природой наша передача называется а вот ладить да вот в такую погоду когда осень на дворе с природой ну вообще я не знаю как когда уже к зиме надо готовиться и листья желтые и вообще ну знаешь я хочу тебе тогда напомнить всем известные строки из песни на слова Эльдара Рязанова у природы плохой погоды нет может быть и так но как-то не знаю уныние меня охватывает ничего тем более что это все временно пройдет осень выпадет снежок пройдет зима в которой тоже есть свои прелести а потом снова весна и снова зацветут сады и душа будет радоваться ой быстрее бы уже да но для того чтобы порадоваться как следует следующем сезоне к нему надо подготовиться уже сейчас да вот об этом мы с вами сегодня и поговорим этим летом мы уже рассказывали вам о Геннадии Константиновича Кузьминых который выращивает свой сад в стланцевой форме и сегодня мы вновь с Евгением приехали сюда для того чтобы расспросить Геннадия Константиновича как же он готовит к зиме свои яблони и груши Геннадий Константинович ну на улице еще плюсовая температура но я смотрю свой сад вы уже к зиме готовите вот мне хотелось бы поподробнее рассказать мы у вас были летом видели как выглядит вот это яблоня у Элси с плодами а теперь она уже готовится к зиме хотя листья еще не опали поподробнее как подготовить к зиме и уберечь от морозов тем более что же зима обещает быть достаточно холодной предварительно я убрал те подставки которые были под под яблоками и забил колья и вот эти вот скелетные ветки пригнул вы их прикинули еще скелетные ветки а потом ну вот эти все уже второго там третьего порядка ветки тоже самое пригнул а как вы так вот их вниз опустили они с самого начала у вас по земле стелились или она была такой сухой нет самом начале конечно нужно сформировать скелетные ветки вот самые основные пока маленькая звука такой это когда маленькая и по стараться их придать горизонтальное положение вот все что растет вверх и вниз все это убирается но это вы убирали в течение сезона и до мовки в течение сезона само собой убирается обычно убирается весной весной начать все что растет Вверх, то есть почки, которые вверху, их просто-напросто ослепляют и внизу. Выщипывают? Да, выщипывают, прям ногтем. А боковые оставляют и потом располагают в горизонтальном положении. Такая ромашка получилась. Да, вот когда весной открываю я это дерево, получается такая чаша диаметром 5 метров. Примерно. А что, вверху что-то будет еще на вот эти палочки? Так, вот это часто подготавливается к зиме. Для того, чтобы можно было, конечно, накрыть без вот этих вот скелетных вот этих палок. Но тогда есть вероятность, что зимой от тяжести снега поломаются ветки. А так вот сейчас я сделал каркас и накрою там толью, линолеум, фанерой там, в общем, любым материалом. Ну, кто укрывает камышом, кто там ботвой там. Ну, у меня вот, чтобы мусора много не было, толь и... Этого достаточно или сверху еще какой-то дополнительный? Ну, ничего не надо. Здесь принцип такой, чтобы только лишь укрыть от ветра, и когда снег упадет, чтобы он задержался и был на... То есть роль шубы будет играть снег? Да, да, да. Снега. Ну, если есть возможность приехать на дачу подбросить снега, то очень хорошо. У вас и по средине такой интересный этот круг. Это вы сами придумали или где-то... Да, сам, конечно. Это просто... Ну, оно сам вылилось. Вот, кстати, вон там мангал использовался. Он уже вам не нужен? Нет, почему? Лето вон, зимой-то... Геннадий Константинович, ну, вот это взрослое дерево, оно уже сформировано, ему так, ну, по минимуму лет 15, если не больше, да? Да нет, ему где-то, знаете, может быть, максимум 12. Даже так? Максимум. Ну, это большое дерево. А вот что касается молодых, которые еще только формируются. Вот, в частности, у меня, например, есть яблоня трехлетка. Я ее попытался сформировать в комбинированной системе. То есть оставил три ствола вертикально, и те, которые удачно под хорошим углом, под прямым пошли, я их пригнул. Вот они у меня сейчас пригнуты. Вот как уберечь от холодов такой саженец? Давайте пройдем, у вас есть молоденький. Это посажено в прошлом году, в прошлом году весной. Я купил саженец осенью у Магнитогорцев, значит, ну, где-то три года. Саженец был однолетка. Здесь у вас два саженца вместе? Здесь посажено, есть такой способ, сланцевый, степной сланец в одной яме, посажено два саженца. То есть это сразу высаживалось с расчетом, что это будет сланец? Да, сразу сланец, потому что здесь, как мне продали, вернее, как я купил, это мельба, значит, летний сорт. Но оказалось, что это совсем не мельба. Но яблоки довольны? Это куплено в Кустанайе, это куплено в Магнитогорце. Ну, в общем, яблоки крупные, правда, эти вот еще не пробовали, эти попробовали, ну, пойдет, короче. А здесь как вы будете укрывать, если у вас посредине нет? Ну, вот я смотрю, побеги сейчас надежно вот этими вот крючками зафиксированы. Здесь молодое дерево, молодое. Можно, значит, крючками. Это вы к земле прыгнули? Да, к земле. Ну, здесь вот было сначала... Чтобы не поранить, но еще и от шланга, да, вот сюда я смотрю? Ну, шланг это вот для того, чтобы... А дальше что будет? А дальше очень просто. Сейчас берем вот эту вот тубуреточку, ставим сюда. Ну, это бэушная. Это сейчас с города привезенная. Вот сюда вот ставится. Да, тоже оно у вас уже проволочки. Да, тут петли проволочные, да? Все уже, петли заготовлены. В прошлом году это все сделано. Вот, и потом... Такой же каркас устанавливается. Да, вот. Потом такой же каркас, чтобы ветки не поломать. Вот. Ну, это длинный, у меня там покороче есть. Вот так, да, примерно? Да, примерно. А, собственно, укрывать вы начинаете когда? Вы дождетесь листопада? Да, знаете что? Здесь неважный листопад. Это не виноград, вот, который нужно, чтобы он, значит, листья отвалились, чтобы там подпревания не было. Здесь достаточно воздуха. Вот. Здесь подпревание какое-то неважно. И самое главное, значит, здесь в сланцевой форме мы укрыли от ветра, ну, и от мороза. А если сейчас, как в прошлом году, у нас снег выпал рано, это вообще прекрасно. Еще морозов не было сильных, а снег уже выпал. Все, я пришел, все в снегу, спокойно. Я знаю, что единственное... Но бывает ведь и наоборот. Сначала мороз, а потом... В прошлом году было наоборот. И все равно у меня было нормально. Но в этом году обещают только к Новому году снег, я знаю. Вот сейчас, вот, я знаю точно, значит, у нас в нашем климате, в нашем регионе самое страшное – это ветер. Значит, я уже... Ну, потому что он снижает температуру еще, наверное. В два раза примерно. Вот при 25 градусах мороза и 20 метров в секунду ветер – 50 градусов. Какая уралка выдержит? Да никакая. Вот, а это, я знаю, что в сланцевой форме можно выращивать любую яблоню, любую, любой сорт. Самый-самый ненадежный, любой. А порт можно вырастить? Настоящий такой большой. У меня было золотое превосходное, гониде лишест. Лобо, кстати, лобо вон там привито уже. Лобо, старпенсон, в общем, все вот эти вот... Все это было. Не слышал таких сортов. А так можно поступать только с яблонями или с какими-то еще? Вот, пожалуйста, груша есть. Груши тоже можно так. Груши в этом году я... Два ведра с молодой грушу формировать сложнее, потому что у нее ломкая древесина. То есть надо постепенно, аккуратненько, потихонечку, в течение сезона ее приучать вот к горизонтальному росту. В общем, терпение и труд. А как ты думаешь? И вот здесь то же самое. Вот, пожалуйста, вот. Я ее пригнул, и вот в этом году уже, вот, вот, это цветы, плодовые почки, вот они. Вот сплошняком, да. Если я все это оставлю, то просто будет перегруз, и ветка может сломаться. Поэтому я подставляю под эту ветку, подставочку, чтобы не сломалось. Как за детьми ухаживаете. Да, да. Я с ними весной чуть ли не обнимаюсь. Уже после цветения яблони, Дмитрий Дмитрий же рассказывал мне летом, он проходит каждое деревце вновь и убирает лишние зависти. Да, вот, кстати, если суралки вы не уберете, это, во-первых, будет... Горох. Вот, и много. И зачем? И ветки ломаться будут. А, Геннадий Константинович, извините за нескромный вопрос, а какой урожай вы собрали в этом году яблок? В этом году оно первый раз вот засвело. Вот здесь было два яблока, ну, первый раз здесь. А здесь было семь или восемь. Ну, вот такие вот. Вот, видите, у меня фотоаппарат, сейчас можно показать вам, какие. Кстати, вот этого большого дерева. А вот с этого, с этого было больше десяти ведер. Очень для себя. Вот, больше десяти ведер. Ну, это молодое, это вот сейчас я, так сказать... Ну, я хочу тебе, как владелице новой, так сказать, усадьбы, сад еще не разбивала? Нет. Ну, вот, чтобы ты знала, есть еще один плюс вот такой. Мало того, что эти растения прекрасно переносят зиму, вот, будучи укрытыми, вредители, яблонная плодожорка их не посещает, потому что она летит на высоту полтора и более метров, а здесь внизу ей неинтересно. Поэтому яблоки, яблоки чистые, не червивые. Да, и то есть их от меня опрыскивать ничего не надо? Или нужно все-таки? Нет, не опрыскивала. Ну, в смысле, я не опрыскивал. Конечно, где-то, где-то бывает там, ну, не так, вот, например, скажем, вон в штамбе, да, это летняя полосатая, оно сплошняком зачервивило моментов. И, можно сказать, ничего мы не собрали даже. Здорово. Возьму на заметку. Да, но все-таки борьба с вредителями у вас ведется под зиму. Вы говорили, что вы от мышей средство. Да, да, да. Значит, здесь, конечно, нужно обязательно сделать, обязательно. Есть ли мышь, нет ли мышь, мы не знаем, что там будут они или не будут. Поэтому нужно, вот, молодое, достаточно одного пакетика, там, 100 грамм. Это продаются, есть специальный магазин, который... То есть это ядовитая приманка? Да, ядовитая приманка. И прямо в пакетике, весной открываю, пакет разорванный, мышей нет, все чисто, все нормально. А не было такой ситуации, что вы открываете яблоню, ну, когда приманку не клали, и уже все съедено мышками, да? Была ситуация, открывая весной, весь ствол белый, то есть кара съеденная. Это у вас сланец степной, как вы сказали, да? Это двухплечный. Двухплечный степной. Да, есть еще вариант... Ну, вот, я смотрю, у вас еще яблоня, а она у вас в комбинированной форме, то есть вы оставили штамп, и в то же время есть. Давайте подойдем посмотрим. Я у себя попытался, не знаю, правильно, неправильно, но вот сделать такую вот смешанную форму. Часть нижней ветки пустил по земле, верхний оставил меня. Вопрос, для чего вы их связали-то в веники? Ну, это связано для того, чтобы все-таки дерево еще молодое, и я пытаюсь его сохранить от ветра, значит, тогда, вернее, от мороза, и от ветра. Вот потом я укрою укрытым материалом все это обмотаю, но это позже будет. Это могут друг от друга греются, знаете, как люди. Ну, вот, может быть, даже правильно, потому что здесь все-таки листва идут, и она, видимо, там останется, а она ничего не помешает. Там под приводом... Тоже будет играть роль теплоизолятора. Ну, все, ваши яблони готовы, да, к зиме, получается? Ну, почти. Да, готовы. Ну, вы, получается, один из немногих кустанайцев, у кого еще остались яблоки. Я заметила, вот сейчас на базар зайдешь, уже яблок... Местных нет. Местных нету местных, да? Кроме Уралки практически вот совсем мало. Вспомните, как раньше было? Продавали эти белый налив продавали. Ну, зато сейчас привозных много фруктов. Я думаю, что зрители наши вот это увидят, да? И у нас наконец появятся на базаре яблоки с нашими местами. Но боюсь, что это не произойдет ни в один, и, может быть, даже не в один. Да, нет, это надо долго-долго гекировать, и нужно, как бы, энтузиазм. Сейчас в цветочных магазинах города в продажу поступили очень необычные растения. Вот в настоящее время он выглядит не очень притязательно. Это пара небольших листочков, но уже через несколько дней растение выгонит огромной высоты светонос, на котором появятся прекрасные цветы. Крупные, самые разнообразные расцветки. Однотонные, пестрые, полосатые. Это растение, которое называется гипиастру. Род гипиастру насчитывает около 90 видов, произрастающих в тропической и субтропической Америке. Самое большое число видов находится в бассейне реки Амазонки. Это громадное пространство является центром, из которого все виды гипиаструма распространились по всему земному шару. Большинство представителей этого рода произрастают на склонах гор, встречаются на высокогорных лугах и плоскогорьях. Во многих странах с мягкими зимами их выращивают в открытом грунте. На сегодняшний день выведено множество сортов этого луковичного растения, каждый из которых может похвастать различной окраской своих великолепных цветков, достигающих 25 сантиметров в диаметре, расположенных по 4-5 штук на цветоносах длиной свыше полуметра. Расцветки многочисленных гибридов самые разнообразные, от белого до темно-красного цвета. Цветки могут иметь пятна, полоски, переходы цвета, прожилки яркого цвета. Цветение обычно наступает в конце зимы, после периода покоя. Листья гипиаструма ярко-зеленые, ремневидные. Обычно появляются либо вместе с распусканием цветков, либо после цветения. Цветоводы очень любят это комнатное растение за роскошное цветение, довольно неприхотливый нрав и большое количество гибридов. Гипиаструм – просто находка для любителей составлять коллекции из цветущих растений одного вида. Вы можете приобрести цветок вот такой, уже с готовым цветоносом, посаженный в горшок, а можете приобрести просто луковицу, которая ждет своего хозяина. Вот он, посмотрите. И уже выбросил бутон. Он просто ждет, не дождется, когда его высадят в горшок, для того, чтобы порадовать вас своим цветением. Кстати говоря, в торговую сеть это растение поступает под названием аморилис. Это очень широко распространенное заблуждение, потому что на самом деле цветок этот называется гипиаструм, а аморилис – его ближайший родственник, африканец, который в комнатной культуре распространен чрезвычайно редко. В 1954 году Международный ботанический конгресс рекомендовал к роду аморилис относить только один вид – аморилис прекрасный, аморилис белодонный, родом из Африки. Он меньше гипиаструма и не может похвастать таким количеством разнообразных гибридов. Цветки настоящего аморилиса вдвое мельче, зато их количество на одном цветоносе может достигать 16. К тому же цветы аморилиса обладают тонким ароматом, а цветки гипиаструма запаха не имеют. Кроме всего, у аморилиса цветонос появляется в сентябре, а гипиаструм цветет в конце зимы или весной. Если вы купили луковицу и не знаете, что это за растение – гипиаструм или аморилис, можно попробовать оторвать кусочек сухой чешуйки. Если она просто отламывается – это гипиаструм. Если при отломе тянутся нитевидные волокна – это аморилис. Есть еще одно существенное различие. Цветонос гипиаструма, в отличие от аморилиса, полый, как пиро лука. Впрочем, эти ботанические тонкости интересны лишь специалистам, поскольку оба растения, вне зависимости от названия, являются настоящим украшением зимнего сада. Нередко начинающие цветоводы бывают огорчены тем, что гипиаструм после цветения больше не цветет. Ни год, ни два, ни три, даже больше. Хотя растение не гибнет. Объясняется это достаточно просто. Я и сам столкнулся с таким явлением. Дело в том, что гипиаструм перед цветением должен набраться сил и пройти достаточно длительный период покоя. В это время растение полностью сбрасывает листья и не требует полива. Луковица в течение двух, а то и больше, месяцев находится в совершенно, казалось бы, безжизненном состоянии. Но именно в это время в ней закладывается цветочная почка. Как правило, гипиаструмы зацветают в зимнее время. И этот период растягивается с декабря практически до марта. Хотя умелые цветоводы могут заставить его цвести в любое время года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова